Экипажи Дорожно-патрульной службы ГИБДД несут службу в наиболее оживленных местах города, для которых характерны частые нарушения правил дорожного движения со стороны водителей. Данная операция проводится для того, чтобы снизить число аварий с участием пешеходов. С начала года на территории Рязанской области произошло 79 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 16 человек погибло, 66 человек получили травмы различной степени тяжести. В половине случаев данных дорожно-транспортных происшествий финал лежит как на водителе транспортного средства, так и на пешеходе. Потому что правила дорожного движения говорят нам, что водители, приближаясь к пешеходному переходу, обязаны снизить скорость либо остановиться для того, чтобы пропустить пешехода. В то же время пешеход, подходя к проезжей части, должен убедиться в безопасности своего перехода. Большинство пешеходов стараются соблюдать правила дорожного движения при переходе дороги. Это не только дань соблюдению установленных правил и законов. В первую очередь, рязанцы думают о своей безопасности. Вы дорогу по пешеходным переходам часто переходите? Конечно. Обязательно. Мне скоро 100 лет, и я берегу свою оставшуюся жизнь. Понятно. А вот в свою очередь водители как вас пропускают или нарушители встречаются? Ну, бывают они, некоторые проскакивают. Или прозевали, или что, не знаю. Я сам водитель, поэтому я стараюсь это не нарушать. На автодорогах города большинство водителей соблюдают правила дорожного движения и уважают пешеходов. Люди разные. Как водители, так и пешеходы. Все разные. У каждого свои приоритеты. Все нормально, все хорошо. Меня пропускают. Операция «Пешеходный переход» направлена на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения. В первую очередь со стороны водителей. Подобные мероприятия госавтоинспекция проводит на регулярной основе. И, как показывает практика, нарушителей становится меньше, как среди пешеходов, так и водителей. Семен Иванов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».